Самые заметные обсуждаемые события недели другими словами на седьмом. Здравствуйте, с вами Майя Бигбаева и смотрите сегодня в нашей программе. Сезон охоты на педофилов. В Казахстане участились преступления против детей. Ужесточат ли наказания и как распознать потенциально опасного человека? Что ЕНТ грядущие готовит? Как школьники будут сдавать в этом году главный экзамен? И какие новшества внедрит Министерство образования? Казахстан во власти непогоды. Крупные города страны борются с последствиями проливных дождей и ураганов. Кто ответит за разгул стихии? Начнем с шокирующего случая в Алматы. На этой неделе в среду внедорожник, которым управляла 46-летняя женщина, врезался в игровую площадку детского сада и насмерть задавил пятилетнюю девочку. Она скончалась на месте. Еще девять малышей попали на больничные койки. За рулем автомобиля находилась женщина. На эти кадры без слез не взглянешь. Тем более, когда речь идет о детях. Страшное видео снято через несколько минут после аварии. Внедорожник владельца до сих пор стоит на игровой площадке. Прибывшие на место ЧП врачи оказывают первую помощь пострадавшим. По словам очевидцев, женщина, находившаяся за рулем автомобиля, на скорости врезалась в забор дошкольного учреждения. В беседке в этот момент играла группа из 26 человек. Я вышла из дома, собиралась пойти в аптеку, шла по той вот дороге, опустила глаза, вроде бы ничего такого не происходило. А потом услышала страшный шум, как будто что-то взорвалось. Подняла глаза и увидела, что машина врезалась, а ребенок погиб. На территории детского сада работали девять бригад скорой помощи. Причем еще одна машина к месту происшествия так и не добралась. По дороге автомобиль медиков попал в ДТП и опрокинулся. Всего на больничных койках оказались девять дошколят. Мама одной из пострадавших девочек рассказывает, детсад расположен рядом с проезжей частью. И здесь, по ее словам, всегда было много машин. В поисках своего ребенка я проходила мимо их детской площадки. Видела, как пострадало ограждение и беседка. Когда я зашла, все дети плакали, были в шоке. Наш садик расположен в очень опасном месте, потому что каждое утро на этой дороге очень много машин. Никто никого не пропускает. Все ругаются. Уже в четверг пятилетнюю Каусар похоронили. Люди со всего города несут цветы и игрушки к месту ее гибели. Все приняли это горе как собственное. А на месте ЧП уже сменили упавший забор на новый. На нем висит лист бумаги с надписью «Скорбим больно». А на земле букеты цветов, мягкие игрушки и куклы от неравнодушных людей. Дошкольное учреждение работает в обычном режиме. Правда, усилена безопасность, сообщила одна из сотрудниц. Отмечу, девять детей, пострадавших во время наезда, до сих пор находятся в больнице. Одного из них перевели из реанимации в общую палату. Состояние второй девочки все еще остается критическим. Кстати, забор, установленный вокруг детского сада, соответствует всем нормам. Об этом нам сообщили в отделе дошкольного воспитания и обучения. Только вот сама заведующая детским садом говорить с журналистами отказалась. Перед телевизионщиками закрыли двери, выгнали операторов на улицу и потребовали прекратить съемку. Между тем, в фойе детского сада стоит небольшой стол и фотография погибшей пятилетней девочки. Сейчас с малышами работают психологи. У нас нет нарушений со стороны дошкольной организации. Это случай, который пришел извне. То есть здесь не нарушение графика работы. Дети должны были в это время гулять на улице. Они гуляли. Все санитарные нормы соблюдены. То, что от забора, где должен находиться участок детей, где должен находиться беседка детская, все нормы соблюдены. В настоящее время проводится досудебное расследование и все необходимые экспертизы. 46-летняя водитель внедорожника находится в изоляторе временного содержания. По некоторым данным, она перепутала педали газа и тормоза. Уже известно, что женщина на момент трагедии была трезвой. На минувшей неделе страну потрясло еще одно ЧП с участием ребенка. 52-летний мужчина домогался 10-летней девочке. Происходящее в подъезде зафиксировали камеры видеонаблюдения. А затем неравнодушный очевидец происшествия растиражировал запись в соцсетях. Подозреваемого задержали оперативно в тот же день. Эта история не оставила людей равнодушными. Некоторые даже стали поговаривать о введении смертной казни для педофилов. Что на это отвечают законодатели? Сколько времени нужно ребенку, пережившему сексуальное насилие, чтобы забыть о произошедшем? И как распознать педофила? Выясняла Ирина Абрамова. Кастрировать, продать на органы, дать пожизненное заключение, даже применить смертную казнь. Комментарии посетителей информационных сайтов и соцсетей не отличаются снисходительностью к 52-летнему жителю Алматы. Герой нашумевшего видео средь бела дня завел школьницу в подъезд. Затем видно, как он расстегивает ширинку и насильно прижимает ребенка к себе. Это видео за несколько часов молниеносно разлетело с сети. Мужчину задержали в тот же день. По данным пресс-службы Алматинского ДВД, он живет по соседству со школьницей в том же Бастандыкском районе Алматы. По статье 124 «Развращение малолетних» полицейские проводят досудебную проверку. Подозреваемый арестован. Он проживает вместе со своей семьей и имеет двух детей в этом же Бастандыкском районе Алматы. Во время осмотра его жилища была обнаружена одежда, в которой он был в момент совершения данного преступления. Пока он конкретных объяснений не дал по факту произошедшего, но предполагается, что он находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Опять же, это с его слов. Выпил и пошел охотиться за ребенком? Сексолог Элеонора Развина уверена, это вполне возможно. Обычный зрелый мужчина, имеющий семью детей, видимо, изрядно подвыпив, вдруг начинает приставать к ребенку. Специалист утверждает, этого человека нельзя считать педофилом, ведь педофилия – это заболевание. Один из признаков педофилии, когда педофил начинает говорить, мужчина начинает говорить о ребенке, как о чистом, нежном существе, ангельском существе. Тогда, видите, он видит в ребенке чистую сексуальность. Вот это уже первый признак педофилии. Ее вылечить нельзя. Часть педофилов, они понимают свое заболевание, и они с этим борются. Считается в мире, что у 10% мужчин возникают такие фантазии, но только 1,5% себе это позволяют. Ну, например, есть такое мнение, может возникнуть мнение, что взять их всех расстрелять. Но мы не знаем половины педофилов, потому что это все скрыто. Согласно официальной статистике, в США проживают 600 тысяч педофилов, в России – около 300, в Германии – 200 тысяч. Подобный учет в Казахстане попросту не ведется. Идею введения смертной казни для совратителей детей казахстанские депутаты не поддерживают. В частности, мажористмен Юрий Тимощенко считает это слишком жестоким. От степени содеян дается срок, это дает суд, правильно? После этого он становится на учет, если это заболевание, он становится на учете. Естественно, за ним ведется патронаж, за ним ведется наблюдение. Это тоже хорошо с одной стороны, правильно? Но смертную казнь, я считаю, это сильно жестоко. Все-таки у нас демократическое государство, и у нас нет смертной казни. Наказание должно быть жестким, наказание должно быть наглядным, правильно? Тогда надо больше рекламировать эти, допустим, судебные процессы. Школьный психолог Лаура Мусилимова уверена, чтобы защитить детей от педофилов и извращенцев, важна любовь и взаимопонимание в семье. Это же поможет ребенку, уже пережившему сексуальное насилие, вернуться к нормальной жизни. Но даже при всех составляющих на это может уйти много времени. Ребенок сразу после произошедшего уходит в себя. Для его полного выздоровления, именно психологического выздоровления, нужно 2-4 года. В некоторых случаях может потребоваться и 10 лет. Участвовать в реабилитации должны все, и родители, и даже соседи. Ребенка нельзя оставлять наедине с собой. Если дети школьного возраста, часто это девочки, они после такого отказываются ходить в школу, стесняются. Тут на помощь и должен прийти школьный психолог. Визуально распознать педофила непросто, говорят специалисты. Это не обязательно, как считают статистики, левша маленького роста с низким интеллектом. Насильником извращенца может оказаться любой мужчина. Часто это близкий родственник или друг семьи. Тренер, воспитатель, человек, который постоянно крутится возле песочницы во дворе. С радостью предлагают посидеть с вашим ребенком. Журналисты не раз ставили эксперименты, которые подтверждают, даже совершенно незнакомому мужчине нужно всего 40 секунд, чтобы увезти ребенка с детской площадки. Ирина Абрамова, другими словами. ЕНТ, как мало букв и как много значений в этой аббревиатуре. Для одних это неистовый страх, для других отличный заработок, для третьих испытательный полигон. В этом году более 350 выпускников со всего Казахстана будут сдавать экзамен не так, как все. Это ученики экспериментальных классов. Для них чиновники подготовили совершенно новые, особые задания. О грядущей проверке знаний республиканского масштаба, о том, как и кто пытается заработать на экзамене, а также о секретных планах старшеклассников узнал Сергей Гергель. До главного экзамена страны остается чуть более двух недель. И маховик истерии вокруг ЕНТ раскручивается все с большей силой. Информагентства наперебой трубят о подростковых суицидах, юристы заявляют о незаконных обысках, а чиновники пугают учащихся суровыми мерами в отношении нарушителей правил национального тестирования. На фоне всей этой нервозной и искусственно накаленной обстановки есть и приятные моменты. Начиная с этого года отметка в аттестат будет выставляться с учетом годовой, а не как ранее, только по результатам ЕНТ. Во-вторых, итоги тестов станут конфиденциальными. Имена и фамилии исчезнут из публичного доступа, и выпускники смогут узнать результаты только по номерам ИИН. Имена не своевременны, потому что я думаю, что ребенок в первую очередь получает объективную оценку, справедливую оценку. А пока жаркая пора у 11-ти классников. Они продолжают готовиться к важному экзамену в жизни, строят планы, мечтают о будущем и даже определяются с выбором профессии. Ну вот у меня две профессии – это радиотехника, электроника, телекоммуникации и транспортная техника. Может, пластическим хирургом будет ставить, стоматологизм. Айджан – претендентка на знак Алтын-Бельги. ИСА – участник интеллектуальной игры «Лидер 21-го века». Оба о своих знаниях не сомневаются, но все же каждый из них свободное время проводит с репетитором. Те знания, которые дают в школе, и те знания, которые дают мне репетитор, они совсем разные. И с репетиторами у меня больше понятнее. Что это – пробелы в образовании или все-таки больше некий психологический эффект? Четкого ответа не дают ни педагоги, ни психологи. Но на фоне такой неопределенности, как «Грибы после дождя» растут предложения по подготовке к ЕНТ. Даже чиновники признают, что экзамен превратился в налаженный и очень доходный бизнес. Он превратился в какой-то ЕНТ такой и большой бизнес. Если вы знаете, и педагогов привлекают, чтобы готовить, и психологов детей готовят. И соответствующую подготовку, там специальные даже есть услуги, там консалтинговые и другие. То есть эта сфера такая приобрела такой и бизнес тоже вокруг. Но если одни дают знания и твердую уверенность в сдаче тестирования, то другие, напротив, предлагают технические средства для успешного прохождения экзамена. Мы нашли в социальной сети группу, в которой предлагают разнообразные миниатюрные гаджеты. Их можно приобрести или взять в аренду. В общем, рассчитано на широкого потребителя. Ручка, чистый лист для решения заданий, лист ответов, книжка-вопросник и 3,5 часа на все. Именно так в идеале должно проходить тестирование. Правда, выпускники ищут альтернативу и вносят свои коррективы. Именно на телефон возлагается больше всего надежд. По два-три телефона, говорят, нужно нести. Если один засекут, то другой можно достать. Кстати, я слышал, что телефон можно пронести в кармашки рентгена. Берете рентгеновский снимок, из него делаете кармашек под телефон и закрываете. Говорили, вроде что не ловит. Но сам попробую. Положите в карман пиджака или куда вы хотите, и все. Еще один хитрый способ мне рассказывали выпускники того года. Они брали телефон и заворачивали его в фольгу. Затем надевали на него резиновую медицинскую перчатку. В носок. Когда через раму проходить будешь, резко ногу надо вперед пронести. Эти кадры нам прислали из города Жанатас, Жамбылской области. На видео пробное тестирование учащихся. Обратите внимание, даже здесь учеников досматривают с особой тщательностью. Заставляют разуваться и снимать ремни. А ведь это всего лишь репетиция. Так стоит рисковать ради попытки пронести телефон в аудиторию. Ведь даже если и удастся занести гаджет, то передать или получить какую-либо информацию не получится. Спецсредства, выражаясь профессиональным сленгом, забивают сигнал напрочь. А еще использование шпаргала грозит аннулированием результатов ЕНТ. Нарушителя удаляют из аудитории, не допускают к итоговой аттестации и лишают возможности поступить в УЗ. Сергей Гергель другими словами. На Казахстан обрушились небывалые ливни и штормовые ветра. В Астане, по данным синоптиков, за три дня выпала почти двухмесячная норма осадков. Столичные улицы превратились в реки. В них буквально тонули машины. А пешеходы едва ли не вплавь передвигались по городу. Коммунальные службы целую неделю круглосуточно пытаются ликвидировать последствия потопа. Спасались от сильного дождя и жители Кустаная. Ну а на Алматы обрушилась мощнейшая пыльная буря. Порывы ветра срывали кровли зданий, обрывали линии электропередач и валили вековые деревья. Стихия ударила и по северу страны Петропавловск. Сейчас приходит в себя от урагана. Наш корреспондент Айна Шундерес попыталась выяснить, кто будет возмещать пострадавшим ущерб и когда, наконец, в страну придет лето. Уже неделю в столице ликвидируют последствия сильного ливня. Всего за сутки улицы города затопило дождевой водой. И они стали похожи на полноводные реки. Коммунальные службы днем и ночью выкачивают воду и расчищают ливневые отводы. Затоплены улицы, под водой остались тротуары и остановочные комплексы. Затопило и жилые дома. Больше всего от большой воды пострадал частный сектор. Жителей этих домов пришлось эвакуировать в три часа ночи. Вода смыла сооруженную дамбу и бурным потоком ворвалась во дворы и дома. Мы уже боимся дождя, потому что нас топит. Вот дома вода, во дворе вода. Ходит уже некуда. Выходим и заходим через окно. Подсчитывают убытки от весенних сюрпризов и в поселке Ораза, как в Олинской области. Паводками там размыты несколько десятков домов. Вода начала понемногу отступать. Жители населенного пункта временно разместили в палаточных городках и в школах. И похоже, что пробудут они там еще долго. Часть затопленных домов восстановлению не подлежат. Власти обещают построить новые дома. Но на эти условия согласны не все. Семь лет строил. Считаю, у меня шесть детей. Так что, не знаю, не уйду отсюда. Что, если они вам будут предлагать деньги вместо нашего дома? Нет, деньги не надо. Ни на шутку, ни погода заставила поволноваться и жителей Алматы. В минувшие выходные шквалистый ветер сметал на своем пути рекламные билборды, рвал электропровода и валил многолетние деревья. Все началось неожиданно. Небо затянуло серыми тучами, вокруг все потемнело и на город обрушилось облако из пыли и мусора. Все это длилось около получаса. В тот день машина султана Ахимбека была припаркована на одной из улиц Алматы. Рухнувшее дерево серьезно повредило дорогостоящие авто. Крыша, люк, передний лобовый, задний лобовый. Также какие-то стойки все погнулись. И кузов на колесо присел. Молодой человек уже подсчитал. Ремонт автомашины ему обойдется минимум в 7-8 тысяч долларов. Вот только кто будет возмещать ущерб, вопрос остается открытым. Ахимбека тоже, как они увидели, что деревья изнутри сгнившие было, деревья изнутри пустое было. Они говорят, что снаружи как листья растут, мы думали, что здоровое дерево, а так незаметно. Я говорю, ну карата все равно почернела. Могли бы на это обратить внимание. В результате падения деревьев из-за урагана различные травмы получили 15 человек. Двое из них – дети. В результате этого ветра на пульт 112 департамента поступило 78 сообщений о различных происшествиях. То есть падение деревьев, срывы листов с крыш домов. Было зафиксировано в этот день 51 падение дерева. Из них 9 падений было на автомобиле. Спустя несколько дней такой же ураган повторился уже на севере страны. В Петропавловске ветер сорвал кровлю местной достопримечательности – городского ботанического сада. Один из листов крыши приземлился на проезжавшую мимо машину. Поначалу не понял, что произошло. Остановился, смотрю, то есть упал лист с крыши. Посмотрел, ну и вот что произошло. Причину обрушившейся на Казахстане погоды пытаются объяснить ученые. Специалисты-климатологи не исключают все это – результаты накапливания парниковых газов и глобального потепления. Это все то, что наблюдается там – паводки, сильные дожди, сильные ветра. Это все связано с атмосферными процессами. Атмосферные процессы, они происходят постоянно вокруг Земли. То проходят циклоны, то антициклоны. И такие явления бывали и раньше. Но есть изменения в связи с изменением климата. Сейчас к нам начали поступать уже с юга тропический воздух, так сказать. И вот сейчас мы находимся на границе вот этих двух поясов, которые… И это приводит к тому, что атмосферные процессы больше обостряются. Буквально несколько лет назад вышел межгосударственный отчет по изменению климата. В документе эксперты дают рекомендации по снижению выбросов парникового газа в окружающую среду. За последние 40 лет температура воздуха повысилась всего на 1,5 градуса. А если будет 4 градуса, это еще больше даст. Это к чему может привести? Это может привести к очень нежелательным последствиям. Это может для средств хозяйства. Засуха будет увеличиваться. Потом особенно водные ресурсы у нас выездимы. А пока чиновники заняты проблемами дня сегодняшнего. Ведь буквально за три дня только в Астане выпала осадка в больше двухмесячной нормы. Предстоит еще подсчитать убытки. Как по части городского ЖКХ, так и по отдельным пострадавшим. Я думаю, обратиться им нужно обязательно обращаться в суд. Обращаться на Акимат города Астаны. Пусть обращаются. Будем отстаивать свою позицию. Вы сами понимаете, что человек, который попал в такую ситуацию, мы их тоже прекрасно понимаем. Но на данный момент все эти вопросы мы будем решать в судебном порядке. Столичные аварийные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Акимати уверяют, массовых затоплений опасаться уже не стоит. А синоптики обещают потепление уже на следующей неделе. Эна Шундерис, другими словами. Развитие оборонной промышленности, закуп современной боевой техники, подготовка профессиональных военных. Казахстан не собирается ни с кем воевать. Страна идет по мирному пути и обеспечивает себе дальнейшее экономическое развитие. Настоящей гордостью всей республики стал парад в Астане. В нем были задействованы около 5000 военнослужащих, порядка 200 единиц вооружения и военной техники, 70 вертолетов и самолетов военной авиации. Только по-настоящему сильное государство может похвастать такой мощью. Об успехах и планах оборонного ведомства смотрите далее. Всю свою мощь наша страна ярко продемонстрировала на военном параде, который прошел в Астане 7 мая. Его признали лучшим за всю историю независимого Казахстана. В прямом эфире праздничный парад смогли увидеть более 3 миллионов человек. Многие отмечают, в этом году в деятельности вооруженных сил нашей страны произошел новый импульс. Это показали улучшенные позиции в обновленном мировом рейтинге, составленном международной организацией Global Firepower. Казахстан по сравнению с прошлогодним рейтингом поднялся на 14 позиций и занял 66 место в списке из 126 стран мира. Безусловно, в своей работе мы обращаем внимание на подобные рейтинги. Что касается их объективности или субъективности, то я могу сказать, что рейтинги в целом носят неоднозначный характер. При формировании данного рейтинга учитываются человеческий ресурс, наземный комплекс, военно-воздушная и морская мощи, логистика, финансы и география. Важным критерием оценки является соотношение территории страны к численности ее населения. А при наших просторах и человеческом ресурсе, естественно, по этому показателю оценка будет существенно заниженной. Особое внимание Минобороны уделяет закупу военной техники. Здесь предпочтение отдается лучшим образцам. За всю историю вооруженных сил Казахстана парк военно-воздушных сил пополнился новыми, сверхманевренными, многофункциональными двухместными истребителями Су-30СМ поколения 4-2+. Данные самолеты способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. По своим техническим характеристикам они максимально приближены к самолетам пятого поколения, которые в мировом авиастроении находятся на вершине глобального технического прогресса. Кстати, в ближайшее время летный парк военно-воздушных сил нашей страны пополнится новой стаей современных истребителей. При этом не стоит забывать и о собственной оборонной промышленности. По поручению главы государства разрабатываются стратегические ориентиры по ускоренному развитию военной промышленности. Государственный оборонный заказ от Министерства обороны поступает на военные заводы оборонно-промышленного комплекса. Поэтому я смею заверить, что в ближайшем будущем военная промышленность Казахстана будет возрождаться и развиваться на базе отечественных военных предприятий. Сейчас в стране работают порядка 10 заводов. Они находятся на западе, востоке и севере страны. Возрождение оборонно-промышленного комплекса, говорит Алгат Мухтаров, это серьезная приоритетная задача Минобороны. Он также отмечает, от развития военного производства будет зависеть способность государства защитить себя и обеспечить дальнейшее экономическое развитие. Для этого в 2015 году был существенно изменен порядок проведения госзакупок. Структурные подразделения Министерства освобождены от процедуры. Их и эти функции переданы в одно главное управление. Второе. Приобретение горючих смазочных материалов проводится через единого оператора, который определяется правительством. Эти меры призваны охватить верхний уровень управления. Также для контроля работы командиров и других воинских должностных лиц разработаны планы по противодействию коррупции и кодекс чести военнослужащих. Совершенствуется методика отбора кандидатов на воинскую службу и программы подготовки военных. А еще в Казахстане в этом году откроется первый военно-исторический музей вооруженных сил нашей страны. К примеру, в России их 14, во Франции 10, а в Турции 7. У нас не было ни одного. За 23 года независимости наша страна накопила целый пласт бесценных документов, материалов, экспонатов, которые станут основой данного музея и будут нести свою особую патриотическую миссию. Светлана Дроздецкая другими словами. В Китае интернет-зависимость признали психическим расстройством и ведут с ней упорную борьбу. Специально для этого в стране открыли 250 лагерей военизированного типа. Правда, стоимость такой реабилитационной программы по карману далеко не каждому. Полторы тысячи долларов за 3-4 месяца. Здесь, как правило, подростки учатся контактировать между собой без помощи гаджетов. Они живут реальной жизнью. Готовят, стирают, убирают. С ними занимаются психологи и врачи. А еще один из основных методов лечения – изнурительные физические нагрузки. Чтобы после них на интернет не оставалось ни сил, ни желаний. Может, пришло время и нам принимать подобные меры? Или просто, отложив гаджеты в сторону, отправиться в отпуск? По примеру, 80-летней Лены Токсанбаевой, которая путешествует по всему миру. Правда, прославиться она смогла опять же благодаря соцсетям, где ее фотографии набирают огромное количество лайков и комментариев. Как пишет Тенгринюс, умилительные снимки в группе Facebook разместила внучка Айдын Токсанбаева. В 80 лет Лондон, Таиланд, Франция, Испания. Она прокатилась на всех каруселях Диснейленд. «И это моя опашка», – написала внучка. Публикация набрала более 1300 лайков и почти полтысячи перепостов за несколько часов. Пользователи Facebook восхищаются позитивной опашкой и требуют более подробного рассказа о ее путешествиях. Кстати, 80-летняя опашка везде путешествует в национальной казахской одежде, чтобы показать миру, что наши бабушки созданы не только для огорода. В следующем году пенсионерка-путешественница планирует посетить новые города и страны, в том числе Мекку. И в завершении я предлагаю вам посмотреть музыкальный видеоролик. Это тот самый случай, когда солиста группы затмевают его музыканты. Но очень энергичный танец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, это были самые заметные обсуждаемые события недели, о которых мы хотели вам рассказать. Не забывайте читать на социальных сетях, твиттере и фейсбуке. Всего вам доброго и до встречи на седьмом канале. Субтитры создавал DimaTorzok